Привет! А сегодня мы с Бабушкой Специей приготовим картошечку фри на сковороде в домашних условиях. Давно ли вы кушали картошку фри? Наверняка вы это делали в каких-то всем известных ресторанах. Но мы предлагаем свой рецепт приготовления картошки фри. Просто рецепт приготовления картошки фри в сковороде. Картофель фри любим многими. Как же приготовить такую картошечку дома в обычной сковороде? Картошка получается очень хрустящей. Мы с Бабушкой Специей советуем побаловать своих домашних. Какие же ингредиенты требуются для приготовления картошки фри? Ингредиенты рассчитаны на 4 порции. Картофель 400 грамм, растительное масло 300 грамм, соль 1 чайная ложка. Основной этап приготовления. Подготовьте все необходимые продукты. Картофель берите свежий, лучше всего, если это будет молодой картофель. Но он должен быть удлиненной формы и достаточно крупный. Такой картофель будет легче разрезать длинной тонкой соломкой. Масло может быть любое растительное. Подойдет и оливковое, и кукурузное, и рапсовое масло. Но оно обязательно должно быть рафинированным, без запаха. В противном случае масло будет пригорать. Нам этого совсем не надо. Далее чистим картофель. Старайтесь шкурку срезать очень тонко. Если ножом не получается это сделать, вполне можно воспользоваться овощечисткой. Она очень тонко срезает кожицу. Картофель нарежьте длинной тонкой соломкой толщиной 5-7 мм. Замочите очищенный картофель в холодной воде на 10 минут. Затем воду слейте и промойте картофель с помощью сита до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Так вы смойте с картошки лишний крахмал. Он придает мягкость картофелю, а нам нужно наоборот хрустящий картофель. Затем хорошо обсушите нарезанную картошку. Можно воспользоваться бумажными полотенцами или обсушить его естественным путем. Имеется в виду, что если в кипящее масло при готовке попадет хоть капелька воды, будет очень много брызг. В сковороде с толстым дном хорошо разогрейте масло. Для того, чтобы масло не брызгалось, можно добавить в него щепотку соли. Соль впитает в себя влагу, если она есть. Небольшими порциями выкладывайте картофель и обжаривайте его на среднем огне, периодически помешивая шумовкой. Готовьте картофель фри до золотистого цвета и полной готовности картофеля. У нас с бабушкой специи уходят около 10-12 минут. Готовый картофель выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. В самом конце посолите картофель фри. Можно также посыпать его молотой паприкой, сушеным укропом или чесноком. Подавайте его сразу, пока он горячий. Картофель фри – любимое блюдо для детей и многих взрослых. Попробуйте приготовить картофель фри по нашему рецепту. Приятного аппетита!